Татьяна Пучкова 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 себе миру в этом ничего плохого нет но рано или поздно человек занимающийся искусством он начнет понимать где талантлива где совсем бесталанно да и когда я вот пришла и вижу что ну ну это совсем уже детский сад ну я понимаю что недавно я сама была детский сад а сейчас я я вижу мою прогрессию да главное что я сама чувствую что я прогрессирую как художник это меня вдохновляет и я стараюсь за что-то пробовать но к сожалению как у всех художников бывают моменты когда я написала слишком быстро хороший холст и думаю ой что-то не то надо еще улучшить и тут я его испортила такие моменты бывают огорчительные не могу сказать что это вот сплошной полет но все равно я каждый раз с энтузиазмом прихожу в студии опять пишу опять пишу и для меня главное это то что то есть либо я в процессе жизни стала таким человеком либо недавно я даже не могу сказать я заметила такую вещь что для меня моментом вдохновения может быть что угодно я просто пять минут например прошлась по садику и я уже написала осенний хост позавчера вот я просто посмотрела чужие бездарные работы и пошла написала свое потому что я вдохновилась я знаю что я могу лучше для меня что угодно любая тема может явиться моментом вдохновения творчество особенно художественное творчество и вообще любое направление в творчестве оно разрешает играть скажи вот все 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 авторы все художники они играют например взять бизнес взять науку там играть нельзя там все серьезно мне кажется ты нашла нашла свой путь потому что ты реально очень игривая но на самом деле не могу сказать что у нас скажем так в искусстве в россии да это так сильно поддерживается или поддерживалось ранее насколько я знаю всегда было такое вот знаете как еще это у нас идет советских времен да как должно быть и так далее и моей игре мне часто мешают мои же друзья друзья художники приходят и обязательно вставить свои пять копеек говорят вот как ты так делаешь вот так нельзя я говорю вас этому и в университете учили вот туда идите и скажите там так нельзя так нельзя а потом через некоторое время они же сами могут рассмеяться и сказать ой хорошо что хоть ты не училась потому что мы учимся у тебя вот это вот расслабухи и вот этому вот взять и экспериментировать да ну например вот этот холст чуть-чуть если ты туда подвинешься да мы покажем зрителям а это сначала это было пятно интерьерное для дома желтые золотые тюльпаны на желтом фоне если не собиралась выставлять на выставках но почему-то всегда забирали на выставку этот холст в конце концов чтобы его в таком виде не выставлять я решила поиграться и в принципе для меня это был большой риск и если бы опять же не друзья художники возможно я бы не выставила его просто был хороший друг художник который сказал правильно экспериментирует дальше давай вообще здорово мне нравится и вот знаете как бы вот вот это и есть поток ты есть как сказать тут и поток и риск да то есть интересно скажи согласись не интересно когда все по шаблону иногда бывает что друзья же порчат мне работы портят иногда из они же иногда поддержат вовремя остановят чтобы скажем так шедевр сохранился извините за скромность у нас следующий вопрос назрел и он должен быть озвучен это скажем так новое направление в искусстве которое называется элоизм твои комментарии но но немножко наверное татьяна как всегда благодаря большой интуиции твоей ты предвосхитила может быть некое явление потому что уже в моем окружении бытует такой о чистой воды элоизм или там о это ты это ты наверное это в духе элоизма я долго не могла понять что для моих друзей является элоизмом и недавно кто-то мне сказал что это вот такой вот рисковый подход к тому что ты вообще холст можешь попортить но ты прям выкидываешь экспрессию такую до экспериментируешь с красками с цветом с темпераментом но я не знаю еще с чем рискуешь реально что-то такое обветвление импрессионизма ой это вообще рано таких вещах говорить и очень нескромно сказали значит самое время но но на самом деле он даже вот эта вещь она для меня там чистой воды элоизм скорее всего элоизмом на мои друзья назвали шутя то как нельзя писать или вот но вот их же учили как надо да а я не знаю как надо правда я не знаю у меня нет терпения смотреть как в ютубе преподают я один раз смотрела в ютубе как сахаров преподает цветы и вазу я честно до конца не смогла досмотреть просто у меня время настолько раз для себя не хватает времени я понимаю что я лучше пойду и буду сама вот это до этого доходить мне интересно самой проводить время с красками давай обозначим пункты элоизма прямо стало очень интересно это экспрессивность это что это безбашенность если можно так выразиться это нарушение законов что еще определенных правил наверное но опять же да это не скромно но как как я делаю я просто не знаю же законов я изначально не знала да не знала законов как создаются холсты там я не знала законов композиции я не знала там каких-то там элементарных вещей как краски там замешиваются размешиваются когда лак наносится можно ли вообще лаком который год сохнет разбавить краску и сделать золотой город который везде потом прилипал приходилось реставрировать его то есть много чего я не знала и просто на интуицию экспериментировала вот этот вот момент эксперимента от незнания да от незнания скорее всего да ты просто даже не думаешь а вдруг это вообще не не положено ты не думаешь об этом ты просто делаешь элоизм это работа на потоке когда вот настроение есть поймала поток написала потом уже корректируешь это главное качество элоизма или как это наверное вот ты наверное права потому что я об этом просто не думала это экспрессия это настроение это безбашенность и работа на потоке на творческом потоке это элементы которые сейчас у нас вышли для того чтобы описать что такое элоизм я думаю что это не предел я думаю вообще знаете нельзя предсказать что-то потому что у меня был момент после четвертой выставки я месяц не писала потому что очень много искусствоведов ну как то вышли на связь я общалась и каждый вставил свои пять копеек и я резко поумнела знаете и от того что я уже знала что так нельзя так нельзя и вот так тоже нельзя я растерялась и я не знала как мне писать я месяц не писала и мне было очень жаль что теперь я уже знаю вот интересная история у нас нету формы но есть содержание и ты как бы создаешь из своего содержания новую форму и причем через женскую призму мировосприятия обычно это все таки художники противоположного пола создают а ты создаешь свое такое женское искусство свое направление какая-то такая идея пришла в голову твой комментарий а для начала даже никакой такой идеи не было при верстке первого каталога моя верстальщица сказала вот ваш элоизм конечно я не знаю про что она сказала но мне понравился говорит ты знаешь элоизм это нравится мне она говорит ну вот помяните мое слово элоизм это будет популярное явление я говорю но элоизм тогда я могла назвать только то как я создаю там без шабаш на валиками валиками то есть целая серия картин валиком это колеса колесо фортуны колесо изобилия колесо процветания практически они все быстро раскупаются кстати да но это одно удовольствие это тоже чему может научиться каждый вот если допустим даже может быть и это и это не каждый напишет то вот колеса ну мне кажется что каждый напишет да и это интересное такое творчество и там хулиганит валик на холсте и поэтому тогда вот мне казалось что именно это то что как я валиком хулиганю конкретно это вот названо было элоизм моей натальи еще одно качество это хулиганство без формы да на холсте я знаю что учителя твои гуру называет его творчество поливерсионным что они вкладывают какой смысл тут на самом деле ты задала два разных вопроса сейчас объясню а что если обычно художник начинает творить то всегда его руку сразу видно он всегда творит разные холсты одним почерком а во мне даже мой первый преподаватель шилов сказал да даже я насчитал где-то порядка 10 или 11 художников а еще было только первые 30 холстов начаты только были да вот и ему лично нравились картины которые он называет поливерсионными да например стирень на стеклянном столике она там вызывает кучу разных ассоциаций либо там мой любимый хост последний ночные отцветы это для меня это вообще алмазные карандаши и алмазный города или город гномов да и также для людей это самые разные ассоциации вот то есть меня это радует потому что я считаю что если около твоей картины люди остановились и гадают что же конкретно здесь написано их хотя бы ты на три минуты на пять минут отвлек и они здесь и сейчас гадают я считаю что тогда уже твое творчество чего-то стоит потому что самое главное для меня пробудить чужую фантазию то есть поливерсионность подвожу итог это когда разные люди с разных точек углов зрения смотрят на картину и делают свои до разные версии и вызывают вызываются свои эмоции свои мысли и примерно так то то есть на самом деле глядя на холст можно предположить много что в общем меня так картина которых что описала это исключительно только кристаллы магические ну поскольку ты маг маг то это неудивительно что для тебя это магический смотри это это кристалл абсолютно вот видите а у каждого разное дети смотрят к той это город гномов вот подруга смотрит о так это же вазы и цветы это цветы в вазах этого ну приятно в заключении и такой вопрос более технический какая следующая сторона для выставок ой на самом деле вот прямо сегодня сюда придут люди которые пригласили меня сотруд к сотрудничеству в общем-то склоняют или хотят сделать хорошее предложение по сотрудничеству с гонконгом ну я надеюсь что все сложится потому что пока что предложение такого рода было много но они ничем не закончились но опять же я извините я всего полгода можно сказать конкретно это полгода до в искусстве но честно хоть у нас такое вот эмоциональное общение да такое вот мы тут такие подружки уже статья на мы знаем друг друга с еще с фестивалей танцевальных на вот и наверное люди которые нас смотрят думают такие болтушки такие эмоциональные не пони непонятно о чем где тут вообще речь об искусстве да так не скажут поверим я слежу за всем вот честно скажу поток идет честно скажу во первых к интервью статья на я никогда не готовилась первое интервью она была настолько сумасшедшим спонтанным я совершенно не была готова и вообще она она любимое интервью я надеюсь что это тоже также сложится но тем не менее людям которые будут смотреть я хочу сказать не подумайте да я нагло я может где-то даже мужественно ворвалась в мир искусства и именно это так я не пишу одни и те же картины на заказ мне на это нет времени я точно еще что-то свое я точно знаю что я способна найти что-то не знаю гениальное даже я это знаю я в это верю верит все мое окружение меня это поддерживает татьяна в меня верит очень вот ним я довольно скажем так задачу я поставила серьезную но каждый день я делаю это более-менее играючи потому что иначе на все меня не хватит знаете от себя добавлю я уже здесь не как корреспондент так как мы передачу ведем про искусство как ведущие гостья действительно тот человек элай это тот человек который вдохновляет именно на потоке играя и в то же время от нашей относясь серьезно к процессу можно создать что-то реально крутое или гениально или талантливое или яркое то что переворачивает сознание и делает людей поле версионными более поле версионными или назовем это так многомерными скажем так более многогранными многомерными многогранными многогранными одно и то же я думаю пора нам идти к нашим гостям сегодня у меня уже есть канал на youtube и зови свой канал элай арт наверное у меня есть звание как я для этого есть моя пиар менеджер и арт-директор екатерина я честно даже не знаю как называется канал на youtube это элай изм я хочу просто творить и пусть каждый занимается тем чем чем он сегодня способен и чем ему нравится заниматься да то есть например моему арт-директор очень нравится продавать мои картины да и стать значимым человеком и хочется стать очень значимым человеком в искусстве мировой живописи она в меня верит я верю в нее и я могу себе позволить просто продолжать творить и поэтому я многих вещей уже не знаю я не знаю цен на мои картины не хочу знать это элай изм а я скажу есть канал на ютюбе который называется видимо элай арт и это было специально для канала на ютюбе и другие ресурсы шоу вименс татьяна пучкова элая поток элай изм еще раз что я могу сказать до свидания